что не узнали я танкист практически мы тут придумали на хайпе установить кое-какой дополнительный бампер да вот эта штука пришла вчера сегодня мы занимались не только есть сейчас вам покажу но прежде чем я вам покажу все подпишитесь на канал бега к тв поставьте вот такой лайк и я забыл сказать кто я такой а я александр бега конструктор новатор там подобное ну короче посмотрите кто не знает в циклопедии википедии еще где-нибудь короче ладно шутки сторону полетаем тяжелый аккуратно ступенька ой боюсь я в эту комнату заносить здравствуйте сергей сергеевич подарками вообще и того вот он стоит на своем теперь рабочем месте в этой маленькой комнатке пока эта комната прибежища спецназовица десантника да да вот и мы будем сейчас его коннектить компьютером меня зовут алексей я руководитель студии 3d печати адаптивного производства и буду сейчас ребятам настраивать в их мастерской новый 3d принтер чем включается питание появилось а где первый запуск а то что вот эта штука на столе это специальное покрытие для стола я буду как босс посетить твой из тебя выжили свой кабинет запасусь от счастья долго ты мечтал что это такое сервис настройки языках он умеет разговаривать на английском видимо только нацузском польском португальском итальянском по-моему арабский был что на флешке у нас один раз нажимаем вот она ой она вообще пустая 14 гигов флешка глянь а ну программки да и видюшка смотри обучающие на китайском не на английском вроде бы даже ну вот английский да вот на китайском а ну подожди поскольку посмотрим ух ты у нас такая штука есть то есть его можно повесить только да да сейчас покажем как это ставится за в все в в в И он подсвечивается, да, получается? Да, только из подсветки. А, достаточно ярко, кстати, да? Неплохо. Это у нас что, XYZ? Это управление по осям. Сейчас мы проверяем работу моторов. Все ли хорошо у нас. А, это проверяешь, да? Да. В принципе, хорошо сделано, да? Да, неплохо так. У него там, кстати, написано, вот смотри, показывают, что прямо в этот, в сам принтер вставляется. Да, знаешь, как в принтер вставляется. Да, я знаю. Вот, смотри, температурный режим. 220, да, максимально? А, вот то, что мы только что сейчас делали. И здесь. Я, я сейчас, я сейчас. Да, лучше скажи что-нибудь умное. Можно сказать, будем теперь испытывать его, будем на нем печатать и пробовать разные детали, пластики, которые уже приехали к нам. Едет еще один моточек, который эксклюзивного материала. А что за моток тут? Углиткань, что ли? Да, какая-то из этих, из углей. Вот. И все, теперь у нас будет высокотехнологическое печатное производство. Ну, не самое, ну, хотя бы приближение. Что, не узнали? Я танкист практически. Летать нельзя, прыгать с парашютом нельзя, еще пару недель минимум. Может больше. Ну, посмотрим. Отеки еще не сошли, ни с лица, ни с тела. Но, все равно, все намного лучше. Вижу, хорошо. Почему я в шлеме? Так очень просто. Мы сегодня целый день занимались тем, что искали запчасти. Ну, я так, периодически, потому что я еще вопросами юридическими занимался, переговорами, балансами, сдачами и так далее, отчетов. Но, мы сделали технику, которая наконец-таки аэродром перейдет в порядок. Два покоса понадобятся. Это правильно, правильно, правильно. Это трактора. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, не забудьте. Вам все равно, а нам очень важно. У нас два таких трактора. Вот. Значит, что у него было сломано? Скажу так. Ну, во-первых, редуктор. Редуктор управления косилкой. Мы отремонтировали, во-вторых, проводку. То ли собаки, то ли просто от времени. Ну, не работало, не заводился. Все почистили, привели в порядочек. Осталось до конца отмыть. Ну, и можно еще ехать. Так как сейчас дефицит с колесами, вот такое колесо. Помните, я как-то показывал. Мы поставили вот такое колесо временное от тачки. Ну, вариантов нет. Пока другого нету, будем пользоваться вот таким колесиком. Я думаю, ничего страшного. Вот. А наши аппараты пока стоят. Но и не просто стоят. Мы тут придумали на хайпе установить кое-какой дополнительный бампер. Я рассказывал. А на этот аппарат мы уже ждем на Green Line новые аккумуляторы. Которые помогут ему летать. Девяткой я так и не занимался нормально. Ну, обещаю в ближайшее время заняться. Хотя у нас тут товарищу надо помочь сделать бассейн. Ну, тоже шабашка небольшая. Опять же, мы любую работу беремся. Тем более, это тоже композиты. И вам покажу на выходных, чем мы занимаемся. Мы не отдыхаем. Как все. Мы отдыхаем по-своему. В кайф. А теперь пойдем глянем, что ребята сделали. Я думаю, тоже очень интересно. Запустили они или нет наш процесс. Всем привет еще раз. Ну и что? Запустили. Сейчас посмотрим. Пока готовится. Вау. Смотрим, смотрим, смотрим. Увеличиваем. Ой, что-то льется. Ну, чуть-чуть потнатекло. Сейчас посмотрим, как он с этим справится. Не видно ни хрена. А можно дверцу открыть? Можно? Да, он не кусается. Угу. Можно и сверху еще. Так, он начал что-то жужжать. Жужжать. А как? Вообще легко? Что там на экране видно? На экране ничего не видно. Это тестовый кубик, который мы будем печатать. Точнее, который мы уже загрузили в принтер. А он как печатается? Он пол внутри? А ну покрути еще раз покажи. То есть это просто для теста, да? Показать как? Да. Это проверить его размеры. Ммм. А, внутри он пустотелый? Да. Вот такие перегородочки маленькие будут, чтобы быстрее напечатался. Все понятно. А так всегда проверяют? О, да. Да. Любая проверка принтера начинается с тестового кубика, чтобы посмотреть по осям ли размеры нормально, не перекошенный ли кубик. Автомат тоже 3D напечатанный? УЗИ? Ну, видимо, первый экземпляр точно был напечатан. А уже потом для серии? Не было тогда. Тогда вручную еще делать. Олег, ну почему ты молчишь сегодня? Я смотрю, я наблюдаю сегодня. Ну, пока я наблюдаю, вы ставьте лайк, подписывайтесь на нас, смотрите нас завтра, и завтра, как обычно, будет интересней. Опять он берет на себя одеяло, перетягиваешь. Мои слова. Да, его слова. Ладно. Ребят, посмотрим, что получится. А все получится. А кубик потихоньку печатается. Красота. Что, подглядываете? Я тут розетку делаю. Все равно нужное дело. Видите? Вот. Ну, немножко на оловом, да? Будет качество получше. Надо ремонтировать и дом, и лабораторию. Но скоро у нас будет большая команда, и я уже буду заниматься только творчеством. Хотя все равно буду мелочью заниматься. А, там напечаталось, да? Да, напечаталось. Пойдем, смотрите. Давай. Так. У мачугана, трусики. У тарагана, трусики. А у нас Питер. Давай. Новая ручка. Зато будут летать вот эти все аппараты с новыми дизайнерскими решениями, с новыми панелями. Серый, ты здесь? Да. Вот снимаю. Вау. Да, я сниму. Да, я сниму. Ребята, вот оно историческое событие. Я его своими руками взял. Вот оно, первое изделие. Слушай, какое классное. З главное, ребят. З. Игрек. И Виктори. Во. В. Хм. Интересно. Друзья, вот на этой славной ноте мы сегодня завершаем. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк. Завтра будет интересней. Скоро полетаем. В салоне лайк. О. В. Продолжение следует...